Добрый день! Рубль на этой неделе обновил максимальные значения с начала марта и отыграл значительную часть потерь, понесенных из-за пандемии коронавируса, которая ударила в начале весны по всем рынкам. Однако российская валюта по-прежнему находится далеко от тех уровней, около которых она торговалась до начала этих драматичных событий. Рубль четверг подоржал до уровня начала марта. Его поддержала доржавшая до четверга нефть. Продажи валюты Центробанком в рамках бюджетного правила и плюс приближение даты налоговых платежей экспортерами. Существенную поддержку рублю оказали нерезиденты, продав валюты за рубли на рекордные 170 миллиардов для расчетов с российским Минфином, закупленные ими накануне облигации федерального займа. Рубль тестировал значения 70-60 за доллар и 77-50 за евро впервые с 6 марта. Рубль против американской и европейских валют в четверг подошел к среднесрочным целям коррекции и в пятницу она ожидаемо началась. В пятницу рубль подешевел до 72 за доллар. Ближайшая цель 72-70. Нефтяной рынок показывал позитивную динамику до четверга, поскольку неожиданное сокращение запасов в США на прошлой неделе и снижение производства крупнейшими добывающими странами ослабили опасения по поводу избытка предложения. Но в пятницу негативное влияние на рынок оказало информацию о том, что Китай впервые с 1994 года не станет устанавливать целевой показатель для годовых темпов роста ВВП из-за последствий эпидемии коронавируса. Кроме того, в центре внимания очередное обострение отношений Вашингтона и Пекина после заявления Китайской Народной Республики о намерении рассмотреть законопроект о национальной безопасности Гонконга. Нефть отреагировала серьезным снижением. Brent снизилась на 6% до 33 долларов за баррель. Реакция фондового рынка России не заставила себя ждать. После недельного роста пятница стартовала в красной зоне и продолжит снижение вслед за мировыми площадками и упавшей нефтью из-за опасений эскалации конфликта США и Китая. Индекс Мосбиржи понизился до 2690 пунктов. Индекс РТС до 1180 пунктов. Бизнес начинает осознавать глубину своих проблем. Как видим из результатов опроса российского бизнеса, свое положение как катастрофическое оценивает более 50% респондентов. Из данных мониторинга бизнес-абудсмена Бориса Титова. В принципе, ничего неожиданного. В чем проблема? Апрель и май бизнес живет на накоплениях, на договоренностях об отсрочке обязательств и господдержке. Проблемы начнутся в июне-в июле, когда все отсрочки закончатся, а свинья-копилка будет пуста. Надо помнить, основная масса предприятий банкротится не во время кризиса, а в период выхода из него. Не стоит ожидать моментального восстановления экономики. Потребительская модель резко изменилась и уже не будет прежней. От того, как быстро адаптируется бизнес, зависит и его будущее. После отмены ограничений будет стартовый всплеск отложенного спроса. Однако под давлением страха повторения ситуации и серьезных финансовых ограничений у потребителей докризисный уровень спроса восстановится не раньше конца 2021 года. Безусловно, снятие ограничений запустит заржавевшую экономику, но многое будет зависеть от действий правительства и предпринимаемых мер. На этом у меня все. Пишите мне в инстаграм, какие темы обсудить в следующий раз. До встречи!